Здравствуйте, дорогие друзья! Это Максим Шевченко. Вот в нашей с вами жизни все и определилось. Путин навсегда. Он остается президентом. Спектакль, который перед нами ломали так долго его пиарщики, сподвижники, депутаты Единой России, при участии статистов из ЛДПР и Справедливой России, завершился сегодня в Государственной Думе 10 марта скромным таким стиле Борис Годунов, покачиванием головы. Вообще-то я демократ и вообще-то я за то, чтобы соблюдались меры демократии. Когда мы станем сильными и могучими, естественно, надо будет обеспечить сменяемость первого лица. Но сейчас, в принципе, против обнуления президентских сроков и моего, в скобках, Владимиру Путина участия в новых президентских выборах, которые, естественно, будут альтернативными, естественно, будут конкурентоспособными. Мы видели это в 2017-18 году, когда мочили всей комарилией АП-шной Павла Николаевича Грудинина, которого они дико испугались. Что такое альтернативные конкурентоспособные выборы? Так вот, если эти выборы будут, то, естественно, он не возражает против того, чтобы простершиеся перед ним ниц и копошащиеся в пыли с любовью поглядывающие на него депутаты Единой России проголосовали за его возможность оставаться президентом и после 1924 года, то есть еще на 12 лет до 1936 года. Единственная фракция, которая голосовала против поправки об обнулении президентских сроков, именно против, это была фракция КПРФ. Я листаю информационные сообщения, РИА Новости, ТАСС, официальные, государственные, все везде пишут, что Государственная Дума проголосовала за поправки об обнулении президентских сроков, что является, конечно, абсолютной ложью. Они боятся упомянуть, что КПРФ была единственной фракцией, которая проголосовала против этого антиконституционного, фактически тихого переворота, в ходе которого понятно, что несмотря на разные формы соблюдения конституционного спектакля, Путин остается пожизненным, фактически до конца жизни этому человеку сейчас уже за 70 президентом, фактически становится императором. И Валентина Терешкова, Вячеслав Володин, Александр Карелин и все остальные, у меня только вот к ним вопрос, ведь вы же когда-то были разумными людьми. Что сейчас, что сейчас с вами случилось, как и со многими другими, что вы так сильно хотите, чтобы этот человек, эта система власти, при которой наша страна превратилась просто в пустыню, там по которой бродит лихой капиталист, приближенный к партии «Единая Россия» и власти, в ледяную пустыню. Это я перефразировал когда-то мысль Константина Победоносова о России. Победоносов сказал, что Россия – ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек. Сегодня Россия – это на самом деле ледяная пустыня, в которой разорена ее глубинка, в которой разорено коренной пространство жизни русского народа. Но на этой ледяной пустыне высятся такие очень хорошо себя чувствующие теплые поместья и города, в которых единороссы копают, копают и копают, копают, копают и копают. Как, значит, самый, помните, значит, у Comedy Club там был, который все время копал. Копают и копают, и копают себе золотишко из этой, казалось бы, уже обездоленной страны, с которой копать даже больше нечего. Вот и заканчивается то, что они нам скрывали за всеми этими поправками про Бога, про предков и про прочую фигню, которую нам вешали на уши. Дело-то просто в том, чтобы он оставался у власти, чтобы сохранить для покупателей российского газа и российского леса в Европе имидж, вроде как мы стараемся быть демократами и мы стараемся быть за Конституцию, но вместе с тем создать тут абсолютную тиранию при полном господстве силовых структур, при полном господстве медийных ресурсов, принадлежащих этой власти, при абсолютном нарушении выборных процедур и выборных процессов, при недопущении до выборов или уничтожении, как это происходит с совхозом имени Ленина, оппонентов, которые могут угрожать власти. И это происходит, вот сейчас они, Путина, опять переизбирают фактически, перевыдвигают. Да, он скромно сказал так, потупив глаза, что, конечно, примет решение Конституционный суд и выскорился граждане 22 апреля. 22 апреля, естественно, никто не будет контролировать эти высказывания граждан. Партии наблюдать не могут, независимые наблюдатели на этом голосовании не будут. Как захотят, так и нарисуют. Даже если мы все придем и скажем нет, они все равно могут нарисовать да, и у нас не будет ресурса это все проконтролировать. А потом Конституционный суд, который полностью от Путина зависит сейчас, и который, как говорится, еще и планируется к сокращению. И судьи Конституционного суда сейчас будут думать, как вот я сейчас проголосую, не поддержу, например, а меня возьмут, да и сократят в ближайшее время. То есть, вообще, удивительное пренебрежение всеми нормами демократии, свободы. Еще Путин, выступая в Государственной Думе, стал говорить, что в Советском Союзе решения принимались кулуарно. Этот человек, который получил юридическое образование и, в принципе, прослушал цикл лекций по истории, как будто не понимает, а может, он на самом деле не понимает, как и они все, что система функционирования Советского Союза, Советской власти была совсем иная. Что это не была какая-то недоделанная западная парламентская демократия, малевосточная тирания. Что способ организации Советского общества был соборным, а не в форме парламентского представительства. Поэтому Верховный Совет СССР, который делился на Совет Союза и Совет национальностей, он представлял мнение народа, которое не было голосованием в современном смысле этого слова. Поэтому пинать советскую систему, за счет которой эта власть сейчас живет, паразитирует и набирает свой жирок на совершенно уничтоженной стране, это, конечно, надо обладать особым таким темпераментом и особой моралью. В этой ситуации, конечно, я очень горжусь тем, что КПРФ была единственной фракцией, которая выступила против обнуления. И мы не найдем нигде ни в каких медиа указаний на то, что КПРФ проголосовала против. Даже вот супердемократические, казалось бы, медиа, кичащиеся своей независимость, такая как Фонтанка, вот я читаю, за поправку высказались 84% голосовавших против, 9,6%. Ну, то есть, лишь бы не назвать КПРФ, значит, они боятся нас, товарищи, значит, они боятся левой оппозиции, значит, они готовятся. Пусть выборы будут не в 2020 году, хотя еще не факт. Я считаю, что и по этому вопросу там оставлена лазейка. Да, поправка Карелина снята, несмотря на возражения Жириновского. Очевидно, Володину поставили на вид, что вот, мол, не торопись, вперед не беги. Но, в целом, они, конечно, боятся. Они боятся, потому что они видят, что широкий протест, широкое недовольство народа по всей стране, так или иначе, замыкается на единственной оппозиционной силе, которая является КПРФ, консолидирующая вокруг себя левопатриотическое движение, левопатриотическую оппозицию. Я думаю, что наша борьба только начинается, серьезная борьба. Происходит серьезное обновление поколений, в том числе и в левопатриотической оппозиции. И принципиальная позиция, которую сейчас КПРФ заняла по этому спектаклю, по обнулению президентских сроков, то, что КПРФ в целом воздержалась от всего пакета поправок. Я понимаю, почему КПРФ воздержалась, а, допустим, не голосовала против. Потому что там есть поправки социальные, которыми потом стали бы пинать. Это же бесчестные, вот я вижу эти бесчестные медиа. Ну вот, вы проголосовали против аннексации Пенхи, ага, проголосовали против социальных поправок. Нет, КПРФ воздержалась от участия в этом постыдном спектакле и голосовала принципиально против то, что они боятся рассказывать в медиа, по самой важной политической поправке об обнулении сроков, ради которой все это было затеяно. Поэтому, товарищи, в этом году будут выборы в муниципальные органы в разных регионах, в ЗАГС собрания. Не факт, что еще не будет и парламентских досрочных выборов. Ох, совсем даже не факт. Тем более, что Жириновский проговорился, назвал 20 сентября. Владимир Иванович, а откуда возникает 20 сентября? 20 сентября, значит, какие-то кулуарные разговоры, которые у вас были где-то с кем-то там в администрации президента. Получается так, потому что 20 сентября, это не должно быть выборной датой ни по каким законам. Но многое становится ясным, многое становится известно. Понятно, что Володин хотел досрочных выборов. И почему он их хотел? Ну, потому что сейчас АП готовит масса разных клоунов-спойлеров. Вся эта партия Сигал или Сигал, там, Прилепин, Матвеевичев, Колеров. Партия так называемых танчиков, которые еще приписывают Стрелкова. Партия Ефима Островского, который его, значит, гламурный этот хозяин, его, значит, парфюмерные компании, значит, Нечаев, как бы, готовит. Ни одна из этих партий не бьет по электорату КПРФ. Ни одна. Все они нацелены на то, чтобы отобрать у Единой России большинство в Думе, создать пропрезидентское большинство, не базирующиеся только на партию Единой России. Поэтому они боятся. Володин не хотел этого. Вот он хотел сейчас, чтобы все эти партии не успели занять там какие-то места на местных выборах и не смогли попасть в Думу. Но не получилось. Хотя, на мой взгляд, спектакль еще не окончен. Позиция КПРФ была принципиальна. КПРФ была единственной фракцией, которая выступала против этих досрочных выборов. Выступала за соблюдение Конституции. Но Конституция и законы – это то, что эта власть привыкла попирать и обо что она привыкла вытирать ноги. Мы считаем, хотя мы совершенно не сторонники, я тоже не сторонник так называемой буржуазной парламентской демократии, но мы считаем, по крайней мере, что законность, что порядок, что конституционный порядок является хоть какой-то основой разумной рациональной деятельности. Тирания, хаос возникает там, где разрушается разум, где появляется абсурд. Власть заинтересована в абсурде. Мы заинтересованы в рассудке. Мы заинтересованы в нормальной жизни, в которой народ, придя в себя, знает, что ему делать. А именно, свергнуть эту антинародную власть со всеми этими капиталистами. Провести программу национализации всех ресурсов, всего, что находится под землей, всего, что находится на земле, самой земли и крупной промышленности. И, на самом деле, вернуть себе возможность строить собственное суверенное будущее. Свою независимую Россию, в которой власть будет принадлежать народу, а не ставленникам иностранного капитала, которые пытаются сохранить любой ценой свое господство над нашей страной, для того, чтобы служить своим хозяевам. Будьте здоровы! Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайки. Продолжение следует...